Мы очень расстроены сегодняшним результатом. Мы проиграли матч в первом тайме. Мы не имеем силы в первом тайме в первом тайме. Мы не делали быстрее, не играли легко в последней части. Мы не делали большие chances. Но мы получили пенальти. Мы получили 1-0 в первом тайме. Мы поговорили об этом. И мы получили удовольствие. Мы получили невероятную карту. Мы получили 10 игр. Это было трудно. Но команда попробовала наиболее. Но я думаю, что мы три раза встали в высоту. Если мы победим в этот момент, мы можем верить матч. Но это было не возможно. В первом тайме не хватало свежести, не хватало остроты передач и силы передач. Так же, как и, возможно, решений в последней линии. При атаках в конце тайма пропустили с пенальти гол. И ушли в перерыв, проигрывая 0-1. Безусловно, какое-то давление это на ребят оказало. Тем не менее, в перерыве сказали, что нужно, несмотря на давление, постараться матч этот вытащить, сделать все возможное. Но, тем не менее, сразу после начала второго тайма получили немыслимую желтую карточку вторую, вследствие чего удалили едвае. Тем не менее, в втором тайме ребята старались. И, если не ошибаюсь, три раза попали мы в перекладину. Но, тем не менее, счет сравнять так и не смогли, вследствие чего проиграли. На 20-минутном матче болельщики «Локомотива» покинули трибуну в знак солидарности с фанатами армейцев, которые были ранее задержаны. Оставили ли этот печаток на игре «Локомотива» и что вы могли бы сказать по поводу этого? Мы знали, что это ситуация, что они протестировали против... Мы знали перед началом игры, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, что болельщики покинут трибуну после 20-й минуты. Поэтому для нас это не было сегодня какой-либо неожиданностью. Но мы должны иметь интересы и респект для них, для чего они интересуют, и поэтому мы должны иметь это респект. И, безусловно, мы уважаем мнение и интересы наших болельщиков. Показалось, что команда с первых минут просто не настроилась на игру против «Урала», который занимает последнее место. Создавалось впечатление, что футболисты «Локомотива» ждали, когда «Урал» сам себе гол забьет. Спасибо. Вы видели это абсолютно правильно. Вы видели это правильно, потому что у нас нет силы в целом команды. Мы бороться с спортом уже неделю. И, конечно, мы не можем быть успешным, если мы можем быть хорошим структурой в команде, и хорошим структурой в команде. И это не поможет нам ничего, если мы получаем пенальти, и если мы получаем белую карту, то это тоже сложно. И это сделает наши проблемы больше, чем раньше. Да, вы, в принципе, правильно подметили. Но все это является следствием проблем с составом, которые нас преследуют последние недели. И даже если, несмотря на эти проблемы, играть организованно, показывать структурную игру, что мы сегодня, честно, старались сделать, несмотря на то, что не все получалось, конечно, в первом тайме. Но в итоге пропустить с пенальти и получить такую красную карточку, ну, здесь при таком раскладе мало какая структура может помочь. В запасе сегодня остался так до конца игры Дмитрий Рыбчинский, который неоднократно в прошлых своих играх, выходя на замену, решал результат в пользу «Локомотива», в том числе и в играх против «Урала». Почему вы решили его сегодня оставить на скамейке? Потому что, для меня, Кирк и Каману были готовы за 90 минут, и поэтому я не принимал решение, чтобы вставить Рыбчинский. Как по мне, сегодня Кирк и Каману хорошо сыграли все 90 минут, поэтому было принято решение мною их не менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова